Вслед за генпрокурором Эриком Холдером свой пост покидает очередной протеже Барака Обамы, глава секретной службы США. Помимо нашумевшей истории с проникновением в Белый дом 42-летнего Амара Гонсалеса, Пирсон припомнили и другой не менее опасный инцидент. Выяснилось, что 16 сентября этого года в Атланте, штат Джорджия, американский лидер оказался в одном лифте с вооруженным мужчиной, который ранее неоднократно был судим. В секретной службе официально подтвердили этот факт, однако комментировать его отказались. Она ушла быстро. Еще накануне Джулия Пирсон отчитывалась перед Конгрессом за провал в работе своего ведомства. Прошли всего сутки и уже сегодня глава секретной службы США объявила, что подает в отставку. Руководство отставку приняло. Последние несколько дней мы были свидетелями событий, которые вызывают вопросы относительно качества работы этого агентства. Президент сделал выводы и решил, что новое лидерство в этой организации необходимо. Директор Пирсон подал опрошение об отставке, поскольку сочла, что ее уход в интересах будущего секретной службы. Три десятка лет успешной карьеры Джулии Пирсон перечеркнуты событиями двух провальных недель. Сразу несколько проколов в работе подконтрольной ей службы поставили крест на ее профессиональной деятельности. Решающим аргументом в пользу отставки ветерана секретной службы стал инцидент, произошедший 19 сентября. В этот день 42-летний техасец Амар Гонсалес с ножом в руках сумел беспрепятственно перелезть через забор, пересечь лужайку перед Белым домом, уйти от двух спецагентов, поборов одного из них, убежать в резиденцию американских президентов и практически добраться до покоев Барака Обамы. И хотя ни самого Обамы, ни членов его семьи в тот момент зданий не было, инцидент оказался для президентской охраны самым позорным за несколько десятилетий работы. Новому временно исполняющему обязанности директора секретной службы США Джозефу Кленси теперь придется восстанавливать подмоченную репутацию одной из самых прославленных и до недавних пор безупречных спецслужб Америки. Главный виновник сегодняшней отставки Амар Гонсалес сегодня в суде через своих адвокатов заявил, что не считает себя виновным в незаконном проникновении с оружием на территорию Белого дома. Суд постановил проверить психическую вменяемость обвиняемого. Ранее сообщалось, что ветерану Иракской войны был поставлен диагноз посттравматический синдром. До следующего заседания, 21 октября, Гонсалес останется под стражей. Если в результате он будет признан вменяемым, мужчине грозит длительный срок за решеткой.